Привет, друзья! С вами Виктория! Сегодня я вам предлагаю рецепт шоколадного торта с бисквитами на кипятке, со сметанным кремом и в конце я его попробую и украшу Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал Для приготовления бисквита нам понадобится 120 мл растительного масла 200 г сахара 1 ч.л. соды 1 ч.л. разрыхлителя 60 г какао 3 яйца соль и мука Муки примерно 270 г Формочку, которую я буду использовать, у меня диаметром 16 см Сначала добавляем все сухие ингредиенты Муку Сахар 1 ч.л. разрыхлителя 0,5 ч.л. соли И 1 ч.л. соды Соду нужно добавлять обязательно в этот бисквит Какао будем добавлять позже Все остальное сейчас Для приготовления этого бисквита миксер можно не использовать Можно пользоваться только венчиком Но если вы хотите воспользоваться миксером, то взбивать не нужно, а только перемешивать Затем я делаю вот такое небольшое углубление И добавляю сюда 3 яйца И 120 мл растительного масла На этом этапе можно уже поставить разогреваться воду Нам понадобится 200 мл кипятка Добавляю немножко экстракта ванили, но это по желанию И перемешиваю И перемешиваю Все, как видите, готовится очень-очень быстро Продукты самые простые Зайдет такой бисквит для любой основы шоколадного торта Перемешиваем примерно до такого состояния Вода у меня закипела Выкладываю какао в емкость И заливаю кипятком 200 мл кипятка Хорошо перемешиваю Какао нужно обязательно брать на сладкий Затем беру ранее замешанное тесто И выливаю какао с кипятком в тесто Хорошо перемешиваю все до однородности Смотрите, вот такая масса должна получиться В кипятке все кусочки, все крупиночки хорошо растворяются Кипяток помогает, чтобы все хорошо растворилось Теперь я беру формочку Формочка у меня диаметром 16 см Формочку перекладываю фольгой Можно переложить пергаментной бумагой Или ничем не перекладывать Если вы уверены в своей формочке, что ничего не прилипнет И смазываю сливочным маслом Переливаю тесто в формочку Формочку я удлинила с помощью фольги Потому что тесто будет хорошо подниматься Духовка у меня уже разогрета Ставлю выпекаться тесто ориентировочно на 40-50 минут Через 40 минут буду открывать и проверять с помощью деревянной шпажки Выпекался у меня бисквит 50 минут Достаю его из духовки Даю ему остыть минут 10-15 И затем буду его доставать из формы Пошло 15 минут Сейчас немного вот так провожу ножичком по краям формочки Шапочку я аккуратно срезаю Затем намечаю линию разреза ножом И с помощью нитки буду разрезать коржи Приготовлю крем Крем у меня будет самый простой Сметаной У меня сметана 30% жирности Поэтому мне ее не надо Выкладывать на марлю Если же у вас сметана 15% жирности Или 20% жирности То ее нужно предварительно отложить на марлю Чтобы вся сыворотка стекла Примерно на 2 часа Или лучше на 6-7 часов И сахарная пудра У меня 100 грамм И сейчас все это я буду хорошо взбивать Сметана должна быть очень-очень холодная Выкладываю в емкость с высокими краями 500 грамм сметаны И добавляю 100 грамм сахарной пудры Сахар я не советую добавлять Потому что сахар в сметане дает воду И получается крем жидкий Поэтому обязательно надо добавить сахарную пудру И взбиваю миксер Крем взбит Начинаю собирать торт На блюдо выкладываю первый корж Переложите корж сразу на блюдо На том, на котором будете подавать И начинаю смазывать кремом Крема не жалейте Накладывайте побольше Сверху выкладываю второй корж И последний корж Самый последний корж Выбирайте тот корж, который самый ровненький получился По бокам тортик тоже смазываю кремом Тортик я обильно промазала сметаной И сейчас его убираю в холодильник Хотя бы на пару часов А лучше часа на 4 Из-за обрезков коржей и шапочки Которую я срезала Я буду делать крошку Лучше это делать сразу Пока она еще не засохла И не подсохла И этой крошкой я буду украшать тортик Тортик у меня провел в холодильнике 2 часа Я готовила его быстренько Мне нужно было быстро Крошку я сделала И сейчас я его буду украшать Это тортик со всех сторон крошкой Конечно же вы можете украшать так, как вам больше нравится Я украшаю вот так Можно немножечко помогать, конечно же, ножичкам Вот так Украшать тортик я буду также ганашем из белого шоколада А как его приготовить, вы завтра увидите в новом видео Количество ингредиентов для этого крема я вам оставлю в описании под видео Вот таким образом любой насадкой можно украсить красиво и просто тортик Посмотрите, какой красивый тортик у нас получился Ну что, друзья, как и обещала, тортик сейчас попробую И расскажу вам, какой у него вкус Как он готовится Плюсы и минусы Я думаю, что здесь только плюсы Очень-очень вкусно И готовится все очень-очень просто Не буду вас задерживать дольше Бисквит самый простой Шоколадный бисквит на кипятке Крем тоже самый простой, сметанный Украсить такой тортик можно крошкой, шоколадом Вообще не украшать Получится все равно очень вкусно и красиво Очень рекомендую вам попробовать этот рецепт Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч Пока-пока!